Апошня новинных Гомельщины в материалах корреспондента у телерадио компании Гомель. У студии Наталья Игнатенко. Витаю вас. У Беларуси по традиции у першую неделю Кастрычник означать дель наставника. У Гомеля работников сферы адукации будут ушановать сёння. Мероприемство пройдя у городским центры культуры. Организаторы заплановали шмат цикавого. Проведение веншавальной лотереи, нечеканная встреча педагогов и учня в праздесяти годзи. Будут працавать выставочные экспозиции, які расскажут об истории и сучасности системы адукации областного центра. По часу рачистой частки у знагороды отрымают лепшие наставники. Добрым подарунком станет и концертная программа. Развитие транспортной инфраструктуры, открытие новых объектов гандлю и будовництво коммерциального жилья. Информационная пропагандистская группа Гомельского Гарвы Конкама отказала на пытанне, яке хвалюют работников Гомельского дома-будовничого комбината. Олег Сенцеров назирал за ходом сустречи. Гомельский дома-будовничий комбинат – предприемство для областного центра знаковое. На его долю пропадает две трети жилевого будовництва. А тому от эффективности работы у знатной ступени задержать и выполнение ответной державной программы. Замыты повышения якости вырабляемой продукции. На комбинате провели масштабную модернизацию, але на этом не спынилися. Зараз освоили блоки с так званого фактурного бетону, что полепшись изнешне выглядит будинку. Плюс створили в этом году вытворчать школ пакетов. Теперь блоки отгружаются на новой будовле уже смонтированными в окнами. Покуре этой технологии выкорствовывается только у Гомеля. Але не выключено, что за часом я назначу применение и замежем краины. Тембош, что сегодня внешние рынки для комбината – стратегичный накерунок. Экспорт на сегодняшний день у нас Калуга. Смоленск немножко притих, там ввиду то, что мы переезжаем на другой дом. Это первый наш экспорт. И экспорт мы оказываем сейчас экспорт трудовыми ресурсами без ввоза своей продукции на Казахстане. Почас сустречи информационно-пропагандистской группы Гомельского Гарлоконкама с работниками домоподавнического комбината, забороненных для обмеркования темняма, некого хвалюсь питания развития транспортной инфраструктуры, некого будавництва подземных пешеходных переходов. Старшиня городского выканавшего комитета Петр Кереченко не утуевая. Сегодня усе залежить от наявности сродков, а тому выращить усе проблемы одразу немогчимы. Той же усходный обход, совсем не лишняя для города транспортная артерия, каштуя 1 триллион 200 миллиардов рублей, это маль полового городского бюджета. По этой же причине и при будавництве нового жилья, перша черговая увага на явности инженерных коммуникаций, бо гэта значно знижая кошт работ. А вось у тым, что жилёвое будавництво в Гомеле буде протягиваться, с умнением нема. Причем тычется гэта усих видов жилья у темнику коммерциинга. На домобудавническом комбинате на яго великая надея, гэта додатковая объёма, а значит и экономичная стабильность. Тут всё надо сравнивать с потребностью этого жилья и с возможностью её строить. Я считаю, что вот у нас этот на сегодняшний день баланс, он выдержан. Мы абсолютно вот и на этот год, и на следующий мы видим, имеем площадки, которые можно работать, которые можно использовать для строительства жилья, в том числе коммерческого. У Гомеле в Институте радиобиологии Национальной академии навык Беларуси отбылась международная навыковая конференция. У делу её приняли специалисты с Беларуси, России, Украины, Эстонии и Японии. Галонной темой стало вывучение практичных напрацовок гомельских вучёных по реабилитации забрудженных территорий. На конференции обмерковались выники навыковых доследований об актуальных проблемах наступства радиоцинного забрудживания. Говорка ишла об формах радиоцинного контролю и оценки дозапраменьвания, новых сродках обороны и способах минимизации рызыков. Вопыт гомельских навыковцев уявляя особливую цикавость для их коллегов з інших краин. Загады дзейности Института и аго супрацовниками собраны вяликий массив дадзиных об характере забрудживания хлеба, водных систем, поветра, узденье радоэнуклидов на организм человека. Многие распроцовки легли в основу законодавчих актов, которые регламентуют проживание и життедейность насельництва на забрудженных территориях. Сустреча профсоюзных активов в области отбылась на базе санатория Чонки. На парадку дня – питание активизации деятельности профсоюзных комитетов по оздравлению работников. Удельники сустреча обменялись опытом и вызначили огульные меты. Подробязностью – сюжет Ганны Ковалёвой. Сегодня на Хомельщине две профсоюзные здравницы – санаторы Приднепровске и Чонки. У обедьбок уже склауся свой образ у картине «Здоровление в области». У великой ступени он приватный для отпочивающих замяжей. Разом с тем на сустрече профсоюзного актива была поставлена задача по максимуму притягивать сюды же хару и местового региона. Это будет выглядеть таким образом. То есть мы планируем, чтобы из тех средств, которые остаются в профсоюзном комитете, с учетом работы вместе с нанимателями, изыскивали дополнительные средства для приобретения путевок. Гости ознайомились с материально-техничной базой санатория Чонки и навод смогли на себе выпробовать некоторые процедуры. У целом здравница специализуется по пяти напрямках. С приходом новых технологий у сферы оздоровления растут и потребования отпочивающих. Справедливо будет означать, что профсоюзные здравницы поспевают за этими изменами. Пиролик процедур постоянно расти. Разом с тем на сустрече поставили важную задачу – не спыняться над досягнутым и проводить эту працу постоянно. Ганна Ковалева, Игорь Марышченко, телерэдо, компания «Гомель». У Гомельским державным университетом имя Франциска Скарына витали надзвучайно гайполномоценного посла Республики Корея у Республицы Беларусь с поддара Ян Джунгмо. Визит дипломата проходил с одного боку у межагден корейской культуры, с іншого – в связи с великой зацекавленностью корейских партнеров в науково-практичном супрацовнестве с гомельскими вучонами. На початку визиту – сустрейча с ректоратом университета. Сяру тем, який обмерковывали обмен студентами, уже наладжанная в связи ГДУ с партнерами с Францией, Германией и навод Японии. Контакты вынул с представниками китайских и индийских науково-доследших установок. Спадарпасол подчас размовы выказал неподробную цикавость до всех аспектов життя университета. Я выбрал именно этот университет, потому что он является старейшим и ведущим вузом Полесского региона. У него очень высокий рейтинг среди учреждений образования. Поэтому я хотел побывать именно тут. Ян Джунгмо так само сустрелся со студентами установы. На доброй русской мове он витал молодых людей, особливо означал высокий уровень эдукации, якую яны тут набывают. Спадарпасол выказал шкодование, что наши краины, поделяя каля 10 тысяч километров. Их это ускладнее умоцование сябровских сувезел на узровне громадян. Партнерство по междержавам несумненно перспективное. Мы определили целый ряд таких конкретных шагов. Это, во-первых, участие наших студентов, преподавателей, тех программах, которые реализуют посольства по обмену студентами. В общем-то, наметились у нас какие-то конкретные предложения по налаживанию конкретных, опять-таки, технических, научно-технических связей с университетами, ведущими научными центрами Кореи. За гэтым стоит и у тым лику затекавленность корейской корпорации LG у распроцовцы, якую отрымали навыковцы ГДУ. Говорка идея об специальном покрытии для дисплеев мобильных телефонов. Видовочно, только гэтым партнерство не обмяжуется на подыходе новые распроцовки. Виталь Довгий, Дмитрий Радзянко, Телерадо, компания «Гомель». Урачистой линейкой у «Гомеля» отзначили 25 годзе Белорусской Республиканской Пионерской Организации. Сегодня гэта самая вяликая громадская обеднанье для дятей. Украине червоно-зеленая гальштуки носить больше за полмиллиона навученцев. Протягне Катярына Сапельникова. На аллее герои зусю и в области собрались 200 пионеров и октябрат. 50 за их упершиню дали гонорову клятву пионера. Натхняльные веншавани дети почули от лидеров БРПА, Белорусского детячего фонда и управления аддукацией Гомельского Абылвы Конкаму. У гонор-юбилею для пионеров провели уроки можностей и организовали экскурсии. Также совпало это со слетом, который проходит у нас один раз в три года, с отчет на выборном, где мы подведем итоги, расскажем перспективы на будущее. Головный принцип работы организации – подтрымка подчинания самих детей. А кроме того, в ближайшие три года плануется распрацовать одну систему призначения кандидатур на посаду старшини. До речи в Гомелье, г этой посады засталась без кадровых изменов. Старшиню и Гомельская областная пионерская организация снова брали Артема Карпенку. Кульминацией урочистых мероприемств стал святочный концерт. Когда за тобой стоят ребята и ты понимаешь, что ты не один в поле воин, а что нас много, то от этого, наверное, появляется уверенность в завтрашнем дне. Катерина Сапельникова, Дмитрий Радянка, Игорь Марышченко, телерадиокампания «Гомель». Игэта был опошний сюжет выпуску. У студии працавала Наталья Игнаценка. Усяго доброго и до новых встреч у эфиры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова